Всем, кто только что налил себе в кружку крепкий кофе, мы говорим «Доброе утро!» в эфире программа «Новый день». Не переключайте канал, потому что впереди самый интересный гость на очереди. Да, сегодня в нашей студии заместитель главного врача Иркутского областного онкологического диспансера Андрей Александрович Менг. Проще сказать, руководитель ангарского отделения. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, господа. Ведущие, я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы, на вопросы, которые могут, может быть, поступить от телезрителей. Я готов. Наши телезрители напряглись, наверное, подумали, что мы сейчас будем говорить про серьезный недуг, но мы этого делать не будем. И с утра пораньше поговорим с Андреем Александровичем на нейтральные темы. Согласны? Так, я думаю, что да. Несмотря на то, что уже январь завершается, многие сейчас подводят итоги прошлого года. Ну и, собственно говоря, хотелось бы узнать у вас, что можете сказать вы, каким для вас был 22-й? 22-й год для меня лично был очень разнообразным. По некоторым моментам, даже, наверное, на всю жизнь запоминающимся. Почему? Потому что я, как бы, очень многое из того, что планировал, оно получилось, несмотря на какие-то нежелательные моменты. И очень много путешествовал по нашей родной России. И для себя, как говорится, в свой багаж самое незабываемое впечатление положил. Так, здорово. Какие места вам запомнились больше всего? Больше всего, вот прям вот топ моих, так сказать, эмоций, это, конечно, Камчатка. Вот, в прошлом году я был на Камчатке со всеми ее атрибутами, с гейзерами, вулканами, долинами и так далее. То есть я просто вот нигде подобного не видел. И для меня очень эмоционально было. Запоминающийся я всем своим знакомым, прям настоятельно после этого рекомендую не пожалеть ни времени, никаких денег, обязательно съездить и отметиться обязательно там. То есть это обязательно нужно в жизни поставить галочку «Я там был». В прошлом году я был также и на Сахалине. На Сахалине тоже мне понравилась и природа, и на рыбалке был, тоже оставил себе незабываемые впечатления. Был в прошлом году и во Владивостоке, то есть весь регион Дальнего Востока, в общем-то, как бы посетил и… Исследовали. Исследовал, да, для себя. То есть мне это очень, как бы, запомнилось. Понаслаждались, да, редкими природными пейзажами, но это очень интересно. Редкими, да, и как бы вот и себя замотивировал на какие-то дальнейшие путешествия типа таких. И вот на этот год тоже у меня есть определенные моменты, которые я хочу посетить, определенные места. То есть прям вот я уже все сейчас делаю для того, что всю цепочку выстраиваю, чтобы съездить обязательно на Алтай. Вот только хотел спросить про него. Да, 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 да. Я уже как бы для себя понимаю, что я поеду на Алтай, Чуйская долина, оттуда заеду в Монголию, по Монголии и вернусь в Иркутск. То есть вот. Пусть все сложатся, как запланировано, и этот год тоже будет богат на путешествия. Спасибо. Ну, мой любимый вопрос, как вы пришли в профессию? Я пришел в профессию, ну, наверное, как и большинство моих коллег. Я сначала, вот, когда учился, тоже был, когда вот такой подростковый ранний возраст. Понятное дело, что там хотел быть летчиком, что-то еще из этой темы. Но потом, когда потихонечку я уже взрослел, и я для себя совершенно определенно решил, что я буду врачом-хирургом. Поэтому на мой выбор повлияли несколько моментов. Часто очень бывает, что на выбор вообще медицинской специальности у людей влияет как бы пребывание в больнице. Вот у меня тоже это случилось, сложилось. И те люди, которые мною занимались, у меня на самом деле была не очень такая серьезная ситуация. Я делал кое-какую коррекцию, вот, хотел поступать в училище летное. Но когда я увидел, что кто такие хирурги, и вообще, как я понял, что мне, вот, куда нужно стремиться, и все. И выстроил так свою образовательную деятельность, что в итоге поступил сразу в мединститут. И в мединституте, тогда он институт назывался, сейчас университет, я проучился на хирурга, приобрел эту специальность. И работаю поныне как бы в этой специальности тоже. Отлично. А есть ли у вас какое-то хобби, и хватает ли времени, чтобы им заниматься? Ну, хобби есть, но я не то, что так фанатично как бы предан этому хобби. Я уже сказал, что у меня серьезная любовь к путешествиям, и эта любовь дальше укрепляется. И все мои моменты, которые они еще больше и больше, меня мотивируют дальше заниматься этими путешествиями. Одно из моих хобби – это охота. Я тоже как бы это люблю, и делаю какие-то моменты, которые меня бы совершенствовали в этом хобби. И так далее. Вот буквально в прошлом году я приобрел очередное для себя орудие. И охотничий сезон прошедший, уже я постарался это орудие подержать. То есть я его сносил в лес. Так, отлично. Боевое крещение пройдено, арсенал расширен. Здорово. Расскажите, пожалуйста, немного о диспансере. Каких успехов, возможно, удалось достичь? Спасибо за вопрос. На самом деле, один из предметов моей и моих коллег гордости в прошлом году – это то, что для нашего отделения диспансера здесь, в Ангарске, произошли колоссальные подчас где-то вообще, ну просто судьбоносные изменения. А именно, мы ввели в действие в прошлом году два очень серьезных диагностических аппарата. Один аппарат – мультиспиральный компьютерный томограф. И второй аппарат для МРТ-диагностики. И у нас на самом деле был компьютерный томограф. Введя в действие другой томограф и вот этот аппарат МРТ, мы получили новые возможности. В прошлом году мы для себя тоже и в плане лабораторной диагностики сделали некоторые позиции, которых раньше не было. И вот эти вот события в целом, как бы, они действительно нас радуют. Мы довольны, что вот так удачно для нас сложился год. Отлично. Ну, у вас сложная и очень ответственная работа. Расскажите, как разгружаетесь? Есть какой-то секрет? Ну, на самом деле, в плане разгрузки, вот для тех специалистов, вот для меня и моих коллег, очень важны, как бы, результаты. Вот, как бы, хороший результат – это всегда очень серьезный такой мотивационный момент для того, чтобы обдумывать следующие какие-то ситуации, новые шаги делать. И вот это для врача самое основное. А то, что я говорил, те мои увлечения, которые есть, это как бы такая вот, не то, что разгрузка, это некая такая цель для того, чтобы ее достичь, потом пребывать где-то на природе, вот, а потом уже, как бы, жить этими воспоминаниями. Ну, это просто настоящий лайфхак для всех, для нас тоже. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию в столь ранний час и уделили ваше драгоценное время. Спасибо. Да, спасибо вам успехов, конечно же, и в работе, и в ваших хобби, в ваших увлечениях. Ну, и всего доброго. Спасибо и вам большое, вот, я желаю тоже вам дальнейших успехов в вашей деятельности и всегда готовы сотрудничать, всегда готовы делиться какими-то радостями, событиями и так далее. Спасибо, обязательно будем ждать вас еще в гости. Обязательно приду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова